здравствуйте друзья доброе утро у нас частенько бывают вопросы о том что из себя представляет американская бюрократия насколько сложно с ней иметь дело вот в таком плане я вам сегодня расскажу про ситуацию в которой вы прямо сейчас вот находимся как школа как учреждение и наши отношения с государством не ограничиваются исключительно вот допустим уплатой налогов тогда как положено государстве а есть еще некоторые отношения состоящие в том что как учебное заведение мы должны соответствовать некоторым требованиям для того чтобы иметь некоторый статус называется approved approved school и вот для того чтобы быть approved надо иметь соответствовать некоторым требованиям а если ты не approved то ты не можешь например получать деньги за студентов от государственных организаций то есть разные программы кто-то там не знаю армия за него платит кто-то допустим он пособие по безработице получает и вот как-то так вот по этой линии может для уволенных для потерявших работу людей есть разные программы welfare там тоже немножко платит если там чек на волкере могут за него заплатить это для нас сегодня как бы очень незначительный процент наших доходов но бывали времена когда это был очень существенный процент вот когда например интернет бум обвалился ну там скажем 15 лет назад 16 лет назад это может быть сам половина всех наших денег было вот от государства потому что было много людей потерявших работу за них платили может быть может быть даже и мы в бизнесе устояли в то время когда все остальные по выходили учебные заведения вот такого плана который но можно сказать как на нашем поле да мы все были на одном поле вот они все поисчезали потому что мы были единственным а просто из них и все поэтому нам как бы хотелось поддерживать этот статус и собственно по почему нет вот сейчас у нас очень мало этого может быть до 10 процентов наших оборотов с этого дела тем не менее где-то примерно год назад ну может быть чуть меньше мы там собирали документы для очередного продления вот этого статуса раз пять лет положено совершать некий ритуал состоящий в том что заполняется масса бумажек и и там ведь не очень не очень симпатичная штука когда вы должны нанять аккаунтинговую контору такой ауди да как по-русски они делают аудит но это такая специальная контора со специальной лицензией это не не просто так вот там где-то что-то они берут приличные деньги то есть нам это стоило тысяч двадцать пять вот примерно год назад ну что делать значит бумаги мы все отправили где-то в начале августа отправили мы все бумаги и дальше ждем чего ждем должны прийти как это называется с инспекции в общем такой вообще по правилам они должны с инспекции приходить два раза в год в год если два раза в пять лет один раз они приходят вот там запланированно тебе заранее говорят вот назначенная инспекция и там может быть дня три сидит человек и вот там файлах копается там со студентами разговаривает еще чего-то там финансы проверяет но в общем как положено а другой другая инспекция должна быть внеплановая то есть они могут например в любой день с зайти искать вот знаете контрольная закупка да значит инспекция говорят они ну так на ходу то есть они там уже не сидят три дня но так на сказать что внепланово они чё-то как-то на нас внимание не обращают на этом и слишком мелкие чтобы на нас время тратить не знаю пока не приходил никто а вот плановые они приходят и ждали мы со спокойной так сказать совестью ждем письма что сейчас будет у нас внеплановое там чего-то плановая инспекция должны письмо прислать ну ждем письмо ждем письмо ждем письмо ну не то что ждем работаем вот и тут приходит совершенно другое письмо где они говорят что все у вас там замечательно но говорят они вот финансовое требование есть которым вы не соответствуете поэтому давайте к это вы еще один аудит нам сделаете и я как-то знаете зачесал репу и думаешь аж такое это как же это мы не соответствуем то вроде мы знаете как это начинаю читать внимательно требования там написано что есть такое пропорция такая значит с на кайбил эти но это очень такое известное классическое во всех книжках то вот это вот так называемый каран трейше то есть там должно быть от 1.25 и выше значит у нас 11 и 5 у нас существенно выше наш этот цепей сертифайт паблик аккаунтент который вот он же аудит делай он я могу как же да вы чё обалдели у вас где-то бал у вас совершенно замечательная финансовая ситуация вот показатель вы чё значит я пытаюсь вступить в переписку ну позвоните переписаться как ну как удастся вот до этой женщины она называется комплайнс аналис вот ну и я так соответственно пытаюсь дозвониться они еще даже люди заняты и и ну не сразу отвечают там короче она отвечает так мало так говорит у вас нету достаточно денег для операций я бы как же а вот у нас вот такое замечательное каран трейш она говорит я знаю это на что у вас такое каран трейш хорошая но вот денег у вас нет я говорю а как понять что нет вот где да там среди требований написано такое что у бизнеса должно быть денег на на месяц операций но мы-то уже слава богу вот с девяносто там шестого года апруфт да уже больше двадцати лет в этом статусе находимся у нас никогда не было проблемы что у нас не хватает там денег на что-то то есть было время когда мы теряли деньги то есть мы абсолютно в минусе были и мы тем не менее платили зарплаты мы платили за рент то есть никогда не было таких проблем и и вдруг вдруг понимаете выясняется что оказывается нету день я говорю ну ну хорошо они как надо сделать этот самый новый аудит я говорю ну хорошо 25000 ладно жалко 25000 но потратить 25000 чтобы избавиться от этого всего можно но потратить 25000 чтобы снова влететь в такую ситуацию когда тебе говорят о денег-то у тебя нет в эти это уже свинство и я говорю но все-таки как вы считаете они говорят мы знаем как считать я говорю но вы что специально от нас скрываете это все время занимает это вся эта переписка по имейлу происходит она говорит ну ягод не могу тебе сказать как мы считаем говорит но мы точно знаем что у вас не хватает я думаю что же такое значит вот как робот понимаете как с роботом разговариваешь но тут уже переходит некоторые границы эти вы не можете соответствовать требованиям которые не сформулированы понимаете как они как бы с ее точки зрения сформулированы но типа должны быть деньги этим а дальше уже она решает есть деньги или нет денег и так далее у нас конечно когда отчетные периоды всякие заканчиваются мы подчищаем на счетах потому что есть два пути что ли вот когда допустим заканчивается там финансовый год ну допустим на счету у тебя есть там 100 тысяч и ты думаешь что с ним делать первый путь ты взял деньги в зарплату заплатил налоги на все дома путь второй ты не брал деньги в зарплату ты заплатил налоги как корпорация со ста тысяч допустим миллиона него на сколько денег ты сначала заплатил кооперативного и только потом взял в зарплату да вот я догадываюсь что вы понимаете о чем речь да то есть вот так мы взять отдать кому-то деньги просто так вместо того чтобы их просто взять зарплату в бонусы там рассчитаться там с кем-то может быть вперед заплатить и так далее поэтому да но мы-то все-таки 20 лишним лет бизнесе мы мы знаем сколько денег надо мы не никогда счет нас не оголим вы чё и вот значит мы говорим скажи как считаешь да я даже говорю послушаю скажи сколько тебе надо там вот чтобы было денег я просто положу на отдельный счет открою отдельный счет положу туда ну сколько надо 50 тысяч 100 тысяч сколько надо положу и будет лежать и вы будете спокойны что деньги есть нет гай так нельзя ну значит тогда мы берем от этого сепей который все это считал а он значит недоуменно так знаете наблюдает за этим и говорит что что же за хренатень такая говорит он но есть так называемые там принципы вот этого и каутинга которые ну ну для всех до мало того он еще специализируется по учебным заведениям тоже то есть он как бы грамотный и вот он как-то говорит какая-то хренатень происходит мы ему говорим ну может быть ты с ними поговорим он дозванивается а он занятой мужик между прочим и вот он дозванивается до этой дамы аналиста и она ему ту же песню значит что мол мы знаем как как считать он говорит ну хорошо это формула у вас какая для расчета как вы определяете сколько нужно денег она как у нас нет формулы он вообще-то да как-то степень недоумения возрастает и он говорит а как же тогда считать агетно мы знаем и как бы в этот момент он понял что с ней разговорить бесполезно и надо разговаривать с ее начальником ну опять начальник очень занятой EPA очень занятые все-таки они очень заняты они не звонят вот так как допустим я там обычно но есть время там позвонил они заранее договариваются потому что такие все очень за организованные ну ладно и они сейчас уже неделю пытаются с начальником сорганизоваться чтобы поговорить Но в общем и в целом это показывает реальную жизнь, практику Я к этому отношусь стоически В том смысле, что первое, я надеюсь, что мы через этот дурдом прорвемся И может быть даже нам прежний аудит засчитают Но в крайнем случае мы отделаемся новым И на самый крайний случай, который в общем-то не такой уже и крайний Мы им скажем, знаете что, народ, не хотим мы больше быть ипруфт А будем не ипруфт И держите все свои говермент бабки при себе Вот в конце концов у нас 90% нашей бумажной работы Которые мы каждодневно совершаем Уходят на то, чтобы с ними быть в соответствии Если бы мы были просто бизнесом, который продал какой-то сервис Так там было бы в 10 раз меньше волокиты, бумажек Оформлений, согласований, сборов информации и так далее Они просто там иной раз зверяют Я вот вам расскажу такую фишечку С 1 августа у них новые правила А это все находится под таким департаментом в штате Калифорния Который называется Department of Consumer Affairs То есть по делам потребителей И задача вот этого департмента по делам потребителей Состоит в том, чтобы защищать права потребителей Вот от нас в частности Ну там потребляется разный товар и услуги разные Вот значит защитить потребителей Вот на это все направлено Соответственно, они все время придумывают Как бы еще больше защитить потребителя Например, вот с 1 августа у них новые правила И если раньше, когда человек устроился на работу Мы должны были с него собрать такую информацию Как в какой компании он работает И сколько денег получает И я понимаю, что вы догадываетесь Что далеко не все люди Так как бы комфортно Значит расстаются с такой информацией Мы, конечно, ее не вывешиваем в интернет Она в наших файлах находится Вот когда раз в 5 лет приходит инспекция Или там гоп-стоп Они неожиданно подходят с инспекцией Должна быть информация в файлах Они выборочно берут файл Они могут выборочно позвонить В какую-нибудь компанию Выборочно Но просто я к чему говорю Что вытаскивать из людей какую-то такую информацию Абсолютно никакого удовольствия нет Мало того Это же еще и время занимает Вот представьте себе Там сотни же людей И вот Но теперь они к этому решили добавить Чтобы защитить потребителя Они к этому решили добавить Фамилию менеджера И телефон менеджера И имейл менеджера Понимаете, да? То есть вот Человек должен расстаться Вот с такой замечательной информацией И я ходил там на специальное занятие Для нас Которое те проводят И я говорю Граждане Говорю А если человек, например, упертый И не хочет делиться Они говорят Ну тогда напишите, что он не хочет То есть отказался Значит, тут мы должны ввести документацию Что либо мы должны данные дать Либо мы должны, значит, от него взять Что он отказывается Это не то, что я пишу, что он отказался А он должен имейл какой-то прислать Мы его должны распечатать Студенческий файл положить Представляете, какая замечательная Творческая Такая, я бы сказал Созидательная деятельность Вот А то не дай бог, знаете, как вот Не защитят потребителя Понимаете Ой, господи боже Значит Да, такая вот Фигня получается Да Не знаю, чем все это закончится Но меня на самом деле Абсолютно любой расклад Устраивает То есть Я не могу Лечь костями Или там по судам с ними ходить Мне это совершенно не нужно Хотя хотелось бы послушать Вообще Что судья скажет Там Вот И Если так ему вот Показать переписку Там Ну Пока что Вот мы Оставляем это все На На совести нашего Значит Господи Сипея Который аудит должен делать Вот А время еще тоже идет Время поджимает Там еще сроки есть для этого аудита Это не то, что там еще можно год ждать Ну в общем Это так я вам Рассказываю о буднях О буднях А так в целом Бюрократия у нас неплохая Все по правилам делает Но Вот пожалуйста Вот такой Такой случай Интересный Все друзья Значит На этой Радостной ноте Познавательной Такой вот Мы с вами и расстаемся сегодня А я как раз Отправляюсь На работу Ой Лютик Разворачиваемся Отправляюсь в офис Где мы Противостоим Бюрократическому подходу Посредством Производительного труда Да Такая вот Такая жизнь Ну раз я уже встал Запарковался Тут можно сказать Тогда я комбинирую Тень Друзья Тенечек у нас теперь Вот Вот так тенечек Вот Так чтобы Солнышком не засветило Видите Вот так засветило А так нет Вот я рукой даже придерживаю Все друзья Мы с вами Прощаемся Кто до этого места доглядел Смело ставьте лайк Потому что вас наверное немного Вот я вначале не говорил Давайте лайк Я только в конце говорю Как я же заслужил Это отплясал Там Отбатрачил Счастливо 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 Счастливо